МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу. Время говорить коротко о главных сегодняшних темах. Большая дума. В Рязани прошло заседание регионального парламента. Кровь или пища? Доноры неохотно идут на пункты приема крови после отмены денежной оплаты за их услуги. Дом сгорел. Он не мог не сгореть. Почему огонь почти уничтожил трехэтажку на Энгельса? Пожарный выясняет причины местным жителям уже все ясно. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Дом на Энгельса, сгоревший вчера вечером, мог быть подожжен в результате пьяных разборок. Это одна из народных версий, передаваемых из устно местными жителями, которым, как всегда, со стороны виднее. Но, по-видимому, следует ожидать обычного в таких случаях официального заключения неосторожное обращение с огнем. Первые сведения таковы. Старая трехэтажка пылала, как свеча. Из огня спасено 18 человек. Пострадали 8. Пятеро из них госпитализированы. Погибших нет. Огонь потушили около 10 вечера. Сегодня на специальном брифинге Рязанский мэр Виталий Артемов сообщил, что власти не исключают возможности восстановления пепелища. Деньги на это предусмотрены. Работы будут проведены в кратчайшие сроки после того, как пожарная лаборатория установит причины возгорания. Самое главное, что денежные средства у нас есть. Комиссия у нас создана. В ближайшее время мы готовы приступить к составлению сметы, к их выполнению работы. Между тем, нештатные помощники нашей программы сообщили, что аккурат перед пожаром, который начался около 9 вечера, по другим данным, часа на полтора раньше, в одной из квартир дома шла пьянка-гулянка, шум, мат и прочие народные забавы. Потом в подъезде вспыхнула страшная драка, ступенья залила кровь, другими словами, побоище, да и только. Перепуганные жильцы вызвали полицию, к тому времени уже чувствовался запах дыма. Остальное известно. Кстати, журналисты, которые не удовольствовались официальными сообщениями, а поговорили с местными жителями, рассказывают о наличии в доме нехорошей квартиры, постоянных драках и невнимании полиции к заявлениям граждан. К другим темам. Сегодня в Рязани началась 54-я по счету донорская акция «Река жизни». Дело благое. Все, кто сможет, приглашаются на донорские пункты в ОКБ и на областную станцию переливания крови. Это на спортивный дом 7. Как известно, кровь с конца января доноры сдают бесплатно за еду, то есть талоны на питание и сухой паек. Сегодня наш автор Елеонора Миянкова получила редакционное задание снять репортаж о том, насколько активно или неактивно участвуют в акции наши доноры и как их там за пролитую кровь кормят поэт. Гуляш мясной, шницель, чай, кофе, борщ и даже сухой паек. Именно так благодарят доноров за сдачу крови. Сейчас зал пустой, но с утра здесь побывало уже 15 человек. Работники кафе говорят, что это много, ведь в снегопад не было никого. Стол такой, что слюнки текут. При этом всего за 346 рублей 50 копеек. Но честно, выглядит дороже и, конечно, вкуснее. Однако для современных доноров этого недостаточно. После введения нового закона и отмены денежной компенсации ситуация на станции переливания крови все-таки изменилась. То, что произошел спад, да, действительно, по сегодняшнему дню пока вижу, что да, произошел. Но произошел все-таки, я считаю, не по этой причине. Потому что и вот я анализирую этот вопрос, я смотрю и в других регионах нашей страны. В принципе, донор ведь идет в основном, особенно добровольный донор, безвозмездно сдавать кровь. Поэтому больше, пожалуй, ажиотаж вокруг этого нового закона сыграл свою роль. Спад есть, однако, согласно статистике, за первый квартал этого года пришло доноров больше, чем в прошлом. Основные сложности, как говорят сотрудники станции, с процессом отработки закона и документацией. Я на днях натолкнулся на такой текст 2005 года. Тогда тоже был принят новый закон. И тогда тоже уважаемые люди говорили, что нет вот у нас почему-то в законе четкой формулировки, кто такой безвозмездный донор. Нет этого и в этом законе. Донорство у нас по-прежнему условно безвозмездное. В то время, как во многих странах люди сдают кровь не за деньги и не за еду, а во имя помощи нуждающимся. У нас же торговля кровью становится хорошим бизнесом. Всегда дефицит чего-то был предметом бизнеса. Это раз. А потом внимательно почитайте закон о донорстве. Там, в общем-то, очень многие статьи как раз наталкивают на мысль о том, что не только вот такие объявления в интернете, а что вообще дело заточено за то, чтобы все-таки была торговля кровью. Мне вот так казалось лично. Чем закончится эта 54-я акция в рамках проекта «Река жизни» покажет завтрашний день. Именно на него сотрудники станции делают основную ставку. И пусть апрельская превысит февральскую, где и до 100 доноров не хватило одного. Однако, несмотря на хорошее питание, после сдачи крови доноров в российских городах становится все меньше. Так, на недавней пресс-конференции главврач станции переливания крови Санкт-Петербурга Владимир Красняков заявил, ситуации крайне тревожные. Самое страшное, что мы потеряем элиту кадровых доноров, которые как раз и выращиваются из новичков, из доноров первичных. И как раз они сейчас и перестали приходить, потому что материального стимула нет. Так что вопросов много, но у нас, как всегда, сначала дело, а уж потом задним числом это дело догоняет здравый смысл. К другим рязанским новостям. Сегодня прошло заседание Рязанской областной думы, рассказывает Оксана Тебенихина. На заседании облдумы выступил рязанский губернатор. Олег Ковалев коротко подвел итоги 2012 года. Если в двух словах, то все вроде бы неплохо. В сроке и, главное, денег на все хватило. Конечно, один из самых наболевших в нашей области вопрос связан с дорогами. Также губернатор коснулся июльского повышения тарифов за услуги ЖКХ. Оказывается, Олег Иванович был, мягко говоря, в шоке, узнав о решении поднять выплаты чуть ли не на 100%. По распоряжению губернатора начались выплаты обманутым строительной фирмой «Кайман» дольщикам. Кроме того, губернатор порадовал работников в социальной сфере. Так, в прошлом году заметно выросла зарплата учителей. В этом бюджетники также ждут дальнейших позитивных шагов в этом направлении. Завершает программу репортаж Елены Вожаковой, снятые в Центральном парке Рязани. На недавнем брифинге в Рязанской мэрии городские власти в том числе объявили, что намерены заняться благоустройством парка всерьез. Выслушав начальство, корреспонденты улучили время и выбрались в парк, как только там стало более-менее сухо. На брифинге в администрации городские чиновники рассказали о том, что они намерены сделать для города с наступлением теплого сезона. В частности, было обещано отремонтировать дороги на улицах Крупской, Свободы и Московском шоссе, починить дождевые сливы, посадить около четырех тысяч деревьев и кустарников, установить на улице вокзальный памятник Надежде Чумаковой и даже поставить новые остановки в знаковых для горожан местах. А еще внимание журналистов привлекло сообщение о намерениях благоустроить Центральный парк культуры и отдыха. Сейчас он представляет собой не самое радостное зрелище. Входим в наш любимый парк, который мы знаем с детства. В ближайшее время городские власти обещают нам здесь изящные лавочки, красивые живописные пешеходные дорожки, эстетичные урны, видеонаблюдения, да что там, даже вай-фай. В общем, обещают все. Сейчас, как все мы рязанцы знаем, здесь нет ничего. Главные посетители парка – это все-таки молодые мамы с колясками, пожилые люди и дети, которые, конечно, должны гулять по нормальным парковым дорожкам. Городские чиновники в этом сезоне намерены дорожки отремонтировать. И еще один конфликт интересов мы можем наблюдать уже сейчас. Прогуливающимся людям и так называемым собачникам надоело делить один парк на всех. На брифинге в мэрии для выгула четвероногих питомцев пообещали обустроить отдельную площадку. Кстати, помимо удобства для домашних животных, чиновники пообещали позаботиться и об удобствах для людей. Увидеть в благоустроенном парке человека с гаджетом мы можем повсеместно. Например, в кино или сюжетах о загранице, а также побывав в мегаполисе. В Рязанском парке его доставать просто незачем, да и опасно. Рано или поздно у вас его все равно отнимут. Но кроме Wi-Fi людям нужны и самые простые вещи. Например, удобные лавочки, которые сейчас имеют явно неприглядный вид. И вместительные, аккуратные урны в конце концов. И, наконец, наш многострадальный Рюминский пруд. Когда-то, в давние времена, здесь располагался островок с беседкой для чаепитий. Да что и говорить, еще в 70-е годы на этом месте был городской пляж. С лодочной станцией люди могли кататься на водных велосипедах. Пруд был чистейший. С тех пор времени прошло не так уж много. Зато мэров в Рязани было хоть отбавляй. Особенно с приходом перестройки. И каждый обещал очистить пруд. Все эти обещания ушли в отставку вместе с мэрами. Теперь рязанцы ждут конкретики от действующего главы администрации. Так что предстоящую весну встречаем с самыми радужными перспективами от градоначальства. На сегодня все. Увидимся вновь завтра, как обычно, в эфире телекомпании «Город». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин